Добрый вечер, 21.04 и 00 секунд сейчас в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня маргиналы, меньшинства. То есть, с одной стороны, у нас в гостях представители секс-меньшинств, с другой стороны, новое меньшинство у нас сформировалось в лице социологов. Да, просто горяченькие, новоиспеченные. Да, так что сразу представлю наших гостей. Это российский правозащитник, руководитель движения «Гей-Раша» Николай Алексеев. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. И ведущий научный сотрудник «Левада-центра» Наталья Зоркая. Да, здрасте. Ну вот я рад, конечно, что оба гости к нам добрались под этим дождем, потому что они изрядно вымокшие. Я надеюсь, что те из нас, кто сейчас слушает эту передачу хотя бы под крышей машины или еще лучше под крышей дома или какого-то хорошего укрытия, вот, поливает, не дай бог, сейчас на улице. Так что я рад, что оба гостя добрались. И все-таки я хочу выделить то, что к нам пришла представитель «Левада-центра» и спросить вообще, как у вас сейчас ситуация. Не закрываетесь? Потому что мы все сейчас читаем обращения вашего руководителя и то, что вы признаны иностранным агентом, и вам запрещена политическая деятельность. Но, к сожалению, вот такая общая тенденция у журналистов, как бы вот все-таки такой вот факт как-то посенсационнее, поэтому все заголовки, они, как правило, несколько противоречат тому, что произносит директор, потому что мы не закрываемся. Мы продолжаем работать. Мы сделали объявление, оценили эту ситуацию, ждем как бы какой-то максимально публично распространяем эту информацию. Отказываться, в принципе, от того, что нам в форме мягкой из всех существующих, кажется, она самая мягкая форма. Это предупреждение, которое заключается в том, что выявлены факторы, я уже выучил это наизусть, содействующие нарушению федерального закона. В качестве политической деятельности интерпретирован наш журнал «Вестник общественного мнения», ряд публикаций, статьи аналитических, выступления в СМИ, на телевидении, семинары. Ну, в общем, все на свете. И в такой мягкой какой-то очень такой... Мне бы очень хотелось, чтобы это хорошие юристы проанализировали этот язык еще дополнительно. Ну и как бы предупреждается, что если мы не устраним... То есть, ну, одна сторона — это иностранное финансирование, которое у нас действительно есть, и это нормально, потому что это как раз свидетельство нашей конкурентоспособности, что нам дают заказы. С другой стороны, значит, вот политическую деятельность мы должны прекратить. Вот как бы ее не понимать. То есть мы типа должны, вот, видимо, что ли замолчать. Но мы этого делать не собираемся. Уходить мы пока не собираемся. Левада-центр имеет очень долгую историю. Нам очень, прежде всего, важна его репутация научная, прежде всего. Ну и вот мы всячески будем ее пытаться сохранить. Хорошо, хорошо это слышать. Вы знаете, да, вот интересно, что с новым российским законодательством, вот я сейчас думаю, наша передача, ее же можно понять и как политическую деятельность, и как пропаганду гомосексуализма, то, что сейчас происходит. Понимаете, вот это все какие-то новые симулякры появились, которые при желании растягиваются до совершенно невообразимых размеров. Вот, но тем не менее хочу заявить, что то, что мы сейчас делаем, это не политическая деятельность, не пропаганда, чего бы то ни было, если вообще эту вещь можно пропагандировать. Это просто нормальное археологическое расследование, мы выполняем свой долг перед обществом, то, что должны делать все независимые средства массовой информации. А мы должны, конечно, обсудить сейчас совершенно чудовищный случай, ну, я думаю, даже не обсудить, а взять его в качестве точки отчета. То, что произошло в Волгограде, убийство человека на почве сексуальной ненависти, не так, да, может быть, это, может быть, надо назвать, когда, всем вам известный случай, когда человек, выпивавший в компании еще с двумя людьми, признался, что он гей, он, так сказать, подвергся избиениям, унижениям и мучительной смерти. Я хочу спросить у Николая, насколько вообще типичным можно считать этот случай? Есть ли какая-то статистика, когда люди, признающиеся или о которых известно, что они гомосексуалы, подвергаются подобного рода нападениям? Ну, вот в том все дело, что этот случай оказался публичным, оказался таким на передовицах всех изданий, только по той простой причине, что это произошло 9 мая, это произошло в Волгограде, в городе, который победил фашизм. И понимаете, в чем дело? И это как раз придало вот этой чудовищности, той ситуации, которая произошла. Но до сих пор возникают большие там вопросы относительно того, был ли действительно Влад Тарновой геем, или он не был геем. Но уже сейчас понятно, что это не имеет никакого значения. Просто по одной простой причине. Потому что сейчас власти создали в стране такую ситуацию, в которой, если ты скажешь, что ты убил гея, то тебе это сойдет с рук, то тебе это будет смягчающим обстоятельством, тебе дадут меньший срок и так далее. Вот это самое главное. То есть о чем это свидетельствует? О том, что мы-то наоборот боремся за то, чтобы сексуальная ориентация и гендерная идентичность были отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Точно так же, как это есть в отношении религии, в отношении национальности, в отношении каких-то других факторов. Но этого у нас нет. И поэтому следователи заявляют, да, мы будем расследовать это преступление, как там бытовуху, как там собутыльники собрались, выпили кому-то. Простите меня, то, с какой жестокостью это было совершено, уже свидетельствует о том, что это уже отягчающее преступление с отягчающими обстоятельствами. С отягчающими обстоятельствами. Поэтому, но ужас, правильно вы сказали, в том, что дело не в этом. Дело в том, что такие преступления совершаются каждый день по всей России. Такие преступления совершаются каждый день в разных городах. Но о них никто не знает, о них никто не говорит. Гомофобия, бытовая гомофобия, она абсолютно сейчас введена в ранг некого закона. В ранг того, что это тебе сойдет с рук, и убить гея, это просто совершенно, ну, геройский поступок. В современных условиях, в условиях, когда власти пропагандируют как раз ненависть по отношению к представителям секс-меньшинств. Вот в этом главная проблема. Убивали известных людей, и журналистов, вот ваших коллег убивали, которые были геями, которые попадали точно в такие же ситуации. Это были в последние годы. Убийства тоже достаточно резонансные. Какие имена вы можете назвать? Я вот не могу вам сейчас сказать, вот конкретно сейчас, давайте, если хотите, сейчас вот эфир будет идти, я вам найду сейчас эти случаи конкретные. Ну, понятно. Но здесь нет. Но ясно, ясно, что речь идет о большой системной проблеме, о том, что гомофобия в последние годы приобрела какие-то совершенно угрожающие масштабы. У меня в руках сейчас лежит распечатка доклада Левада Центра в феврале 2013 года «Проблема гомофобии в России. Страх другого». И вы знаете, Наталья, вот я цифры, которые я здесь читаю, я просто, я понимаю, что у нас она существует, гомофобия. Но то, что я здесь увидел, они меня просто потрясли. Я не знаю, это какой-то, так сказать, там нынешний Египет или Иран или Германия образца 37-39 года. Они далеко-далеко позади. Тут как-то все, понимаете, сплетается вместе, потому что мы-то существуем в этом состоянии потрясения уже, потрясений, я бы сказала, уже там больше 20 лет, потому что, когда дело заходит о таких вот сложных каких-то проблемах, которые действительно характеризуют состояние социальной ткани, общества, собственно, да, уровня терпимости, толерантности, понимания другого и так далее, то картина вырисовывается ужасающе. И я не думаю, что сейчас вот можно говорить о том все-таки так, что как бы власть развязала людям руки и что им будет как бы прощаться убийство. Это будет не так. Это будет делаться там технологически, так как это делалось в случае убийств националистами, скинхедами и так далее, это будет переквалифицироваться. Ну, властьям важно замазать проблему, чтобы не было преступлений на расовой, сексуальной почве. Конечно, они будут это замазывать. Точно так же они же ведь на самом деле не дают, как бы не пускают в публичную сферу националистов, да, вот крайних. Это все связанные между собой вещи, потому что надо делать вид, что как бы этого не существует. Но на самом деле это такая вот как бы, в чем главный смысл вот таких вот как бы действий, таких законов, таких акций, что они ориентированы на самые низовые, аномичные, как бы неокультуренные, неоцивилизованные слои, которые все 90-е прожили в ситуации страхов, фрустрации, непонимания какой-то навалившейся бедности, брошенности государством прежним, советским. И фактически их бросили, да. И власть, особенно это произошло за последний, там вот собственно за путинский период, она как бы систематически ориентировалась всегда вот на эту вот периферию, как бы, да. Будь то возвращение к советской мифологии, будь то возвращение к советским символам, будь то реанимация всех, всей риторики с врагами, там и так далее. Наталья, на периферии ли это? Вот я смотрю на цифры, которые у вас есть. Например, я не знаю, как вы лично думаете, гомосексуализм в основном это болезнь, которую нужно лечить, говорит 34% людей. Результат плохого воспитания 23%, результат совращения 17%. Только 16% россиян считают, что это данное от рождения сексуальная ориентация. Нет, я имею в виду периферии в социологическом смысле. Потому что у нас как бы вот устройство России, Российская империя, центр периферийное. Ну понятно. Когда как бы в городах, в крупных городах, в центре все сосредоточено, если мы берем городское население, то оно более толерантное. И можно увидеть, что, ну по всяким, по разным параметрам, да, и можно увидеть, что какая-то там подвижка за эти 20 лет, возможно, произошла. Но в целом гомофобия это мейнстрим. Ну, это мейнстрим, ну, это мейнстрим. Одно переплетается с другим, потому что страхи, фрустрация, вот я попробую протянуть эту линию, перешли в ксенофобию такую общую, как бы, да, все чужие, все нам враги и так далее. Потом эта ксенофобия стала носить этнический характер. То есть чужие, это этнически чужие. Значит, они враги, их надо бить, давить, выдавливать, они нам угрожают. Потом к этому подключилась по-своему РПЦ со своими фундаменталистскими, архаичными установками. Ну да, это мы еще поговорим, да. И это отдельный вопрос, что это за религиозность, что это за религиозные чувства. Это все связанные вещи. Это огромный клубок проблем, вот, которые как бы... Вот это, собственно, да, тот вопрос, главный вопрос, который я хочу сейчас озвучить, мнение, по которому я хочу услышать от наших слушателей, 65-10-99-6, телефон нашей студии. И вопрос у меня такой. Почему в России так сильна гомофобия? И почему она усилилась за последние 10 лет? Согласно всем социологическим вопросам, и вашим в частности. 65-10-99-6. У нас тут был звонок из Испании, от Фернандо, говорящим по-русски. Он сорвался, так что, если Фернандо еще может позвонить, так же интересно было бы его услышать. Пока у нас Николай. Слушаем вас. — Добрый вечер. — Здрасте. Значит, если можно, я постараюсь, конечно, сдерживать себя. Вы там трубку сразу не вешайте. — Ну уж как вы будете говорить, у меня рука на красной кнопке, да. — Да. Значит, я вот из того неоккультуренного слоя, но как бы мне вообще неприятен ваш разговор, но раз уж вы... — А зачем вы слушаете тогда нас, если он вам неприятен? — Я вообще, честно говоря, слушаю ваше радио очень-очень часто. Просто тема сама по себе. Я сейчас скажу, почему я слушаю. Я хотел просто высказать свое мнение. — Да. Значит, я просто предлагаю вам расширить тогда беседу вашу и, скажем, поговорить о педофобии. То есть вот о людей... То есть почему наши россияне не любят педофилов? Вот просто объясните мне. И почему, допустим... — А какая связь между гомосексуалами и педофилами, расскажите? — Ну, потому что речь идет об интимных вещах, в принципе, да? То есть 90% мальчиков занимаются анонизмом, да? Но это же не говорит ни о чем, что этим надо заниматься. — А, кстати, почему, Николай? Этим как раз очень-очень надо заниматься. И века об этом не говорили. Века церковь репрессировала. Детям внушали, что это грех. И внушали фрустрацию. Именно потому, что мы об этом говорим. — Я именно про это и говорю. Давайте поговорим про всех. В чем мы так вот... — А мы по очереди о всех. Нет, все-все... Я понял, я понял, Николай. Ваш вопрос, почему именно о гомосексуалах? Есть у вас ответы? — Да, конечно. — Николай, пожалуйста. — Потому что гомосексуальность — это здоровая форма сексуальности, точно такая же, как и гетеросексуальность. Поэтому мы об этом и говорим. И, к сожалению, наше государство сейчас подвергает преследованию, репрессиям и всяческие демонизации нормальную форму сексуальной активности своего населения. Вот поэтому мы об этом сейчас говорим. И что касается педофилии, то, конечно, это печально, но совершенно логично то, что было сейчас сказано, потому что об этом говорит даже глава нашего государства, президент Путин, когда ему задают вопросы про геев, он, приезжая в Амстердам, начинает связывать сразу же гомосексуальность с педофилией и сразу же начинает говорить про какие-то партии педофилов, которые якобы созданы в Голландии для продвижения подобных вопросов. Это самая такая низменная попытка сыграть на таких самых низменных чувствах. Вот все же против педофилов, а геи-то они тоже вот как педофилы. И вот это все, да, вот это связать в одну кучу, в один котел. Это, конечно, такая подтасовка карта, она фантастическая. Это совершенно такой прием логики, абсолютно ложный прием риторики, логики и всего остального, который просто смешать все в один котел и сказать, что, посмотрите, а, они тоже как педофилы и точно такие же. А еще один мотив. Наталья. Это все, конечно, в каком смысле, я говорю, это на чудовищном невежестве все произрастает. Вы же видели, 17% только считают, что это как бы такая же ситуация. Давайте вот еще раз просто скажем ту позицию, я думаю, которую мы все трое здесь придерживаемся, что, собственно говоря, это врожденная вещь, да, это никакая не приобретенная. Человек таким рождается. Это генетика, то есть есть люди, есть левши, есть голубоглазые, а есть люди, которым нравятся люди их же пола, да. Есть гомосексуалы, то есть есть лесбиянки, и тоже, так сказать, вид гомосексуальности геи, лесбиянки, и, собственно, это такая же норма, как если бы сейчас мы все ополчились на левшей. Вот я вот тут сижу, перед вами левша. Вот давайте на левшей. Это были как в советские времена. Ведь 20% такие же примерно левшей и гомосексуалов в обществе. Да, да, но левшей переучивали очень долгое время. Да, в советские времена. Меня, кстати, переучивали в свое время, я начал заикаться, и когда я начал заикаться, это дело, это дело все бросили. Сколько, кстати? А потом вот сколько, вы говорите, процентов по поводу того, что вот полевада лечить сказали, там, 30? Сейчас скажу, 34, 34, что болезнь, да. А вот я всегда задаюсь вопросом, а как лечить-то? Вот скажите, какими лекарствами можно вылечить? Вот всегда говорят, лечить, чего лечить, как лечить? Нет, ну а сколько это происходило, да, вот того же, я не знаю, Алана Тюринга, который с собой покончил его же айс. Да, как сейчас... Химическая кастрация была предложена. Секунду, но это не лечение. Нет, мы просто очень-то... Да, но сейчас этот процесс, например, если вы возьмете то, что происходит сейчас в Америке, во всех, значит, во многих штатах, в Калифорнии, в частности, в Нью-Джерси, когда законодательно, на законодательном уровне запрещают подобную терапию, так называемую репаративную терапию, так называемую вот эту вот по изменению сексуальной ориентации подростков, то есть несовершеннолетних. И несмотря на то, что хочет родители или или не хотят там лечить своего, там ребенка... Там это охрана прав детей, да. Да, и государство делает все для того, чтобы они не подверглись этой терапии, потому что они знают, насколько губительны будут последствия для ребенка вот подобного лечения. Вот я хотел бы маленькое замечание с маленьким в клинице. Вы представляете, насколько мы отстаем в этом смысле? Ужасно просто. При том, что это проблема вековая, да, она всегда существовала от развитых западных стран, где на уровне, не знаю, мейнстрима, кино, чего угодно, вся эта проблематика обсуждается, проговаривается. Проговаривается, да, да. Все эти проблемы наружу всплывают, это смотрят об этом люди, они как бы... Ну вот, собственно, для этого, да, и сделан этот эфир. И вот, вы знаете, я тоже хочу нашему звонящему, постоянному слушателю Николаю ответить. Да, мы будем говорить именно о проблемах гомосексуалов, потому что это очень важная болевая точка, которая является лакмусовой точкой, вообще лакмусовой бумажкой всей российской демократии, всей нашей толерантности. Это же статья Игоря Семеновича Кона, так называлась. Да, да, это статья Кона, я в конце тоже хотел ее упомянуть, гомофобия как лакмусовая бумажка российской демократии. И прежде секундочку, сейчас нам, потому что надо будет уйти на перерыв. Я просто хотел до перерыва еще раз напомнить всем нашим слушателям, в том числе у которого, может быть, есть такие вопросы, что гомосексуальность была исключена из списка болезней в 1999 году, была депатологизация по новой классификации Всемирной организации здравоохранения, это не является болезнью. В нашей родной стране в 1993 году была также проведена декриминализация, была изъята 121 статья из уголовного хода. 20 лет прошло. Гомосексуализм не является, гомосексуальность, как учил нас говорить Кон, да, не является преступлением, но по-прежнему у нас есть сексуальное исключение. Это не является болезнью, это не является преступлением, но это люди-изгои, они исключены из общества. Стигматизированность. Стигматизация. Почему это происходит? 65, 10, 99 и 6, я вижу, что у нас много звонков, постепенно будем ваши звонки принимать, но сначала уйдем на перерыв. Добрый вечер, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о проблеме гомофобии в России. У нас в гостях правозащитник, руководитель движения «Гей Раши» Николай Алексеев и ведущий научный сотрудник «Левада Центра» Наталья Зорко. 65, 10, 99 и 6, телефон наш в студии. Почему в России так сильна гомофобия? И почему она усилилась в последние 10 лет? Вы знаете, прежде чем я приму ваши звонки, я хочу озвучить цифру из опроса, который был проведен «Левада Центром» в феврале 2013 года. Как, по вашему мнению, следует поступать с гомосексуалистами? И вот слушайте, 27% оказывают психологическую иную помощь, 23% всего лишь предоставить самим себе, 22% лечить, 16% изолировать от общества, 5% физически уничтожать. Дальше по опросам идет, в 2005 год говорили 3% физически уничтожать, в 2010 4% говорят физически уничтожать, в 2013 5% говорят физически уничтожать. Более того, когда вместо варианта физически уничтожить был предложен вариант ликвидировать, вот слушайте сюда, 19% говорят, что гомосексуалистов, гомосексуалов надо физически ликвидировать. Вот как вам эта цифра? Итак, почему в России так сильна гомофобия? Это Родион, который говорит, что его имя пишется через А. Слушаем вас. Да, я в этом не виноват, так меня папа назвал. Ну, прекрасное имя, тем более радио. Я хотел вас поздравить с сегодняшним праздником. Вот рядом с вами сидит эксперт, зовут его Николай. Так сегодня большой праздник, Николай, чудотворца, который русские так любят. И почему вы удивляетесь, такие эксперты, вы удивляетесь, почему на территории православной и святой Руси так часто это воспринимают в штыки? Это естественно. А православная или святая наша Русь? Я вот знаю картины про православную и святую Русь. Ну, почему вы прибираетесь к словам? Нет, послушайте, у нас разная Русь. Она сегодня не настолько святая, а именно потому что долгое время все-таки навязывали либеральные, в скобочках, ценности, которые чужды нашему народу. Почему? А кто вам говорит, что они чужды? С чего вы взяли, что они чужды? А потому что надо немножко изучать наших классиков. Каких? К примеру, назовите, назовите. К сожалению, об этом вообще не знаю. Каких классиков нам надо изучать, расскажите, Родион? Почаще слушать Чайковского нужно. Не надо, не надо так передергивать. Вот Михаил Салтыков-Щедрин очень хорошо говорил про таких людей легковесных. Это герой современности. Он изгнал мысль из домашнего употребления. Усверкнул в себя это тягостное иго. Понятно, Родион, спасибо за такую инъекцию классики. Мне кажется, да, Салтыков-Щедрин вообще было бы нужно в нынешней российской ситуации. Он чрезвычайно рифмуется с современностью. Но вообще действительно, понимаете, да, есть святая православная Русь, а есть гомосексуальная Русь. И почему бы этим двум Русям, этим двум Россиям не жить вместе в одном государстве? Потому что обе абсолютно конституционны. И почему православие, скажем, должно иметь какие-то особые права на формирование нашей общественной атмосферы? Нет, а что заповедь для православного человека в излюбии ближнего своего, она только на своих, что ли, распространяется? Если человек мусульманин, если человек неверующий, атеист, его любить как бы что ни положено, его типа надо что? Что с ним делать? И что касается православия и возвращения к корням, то давайте не будем преувеличивать. Потому что даже самим иерархам церковным хорошо известно, что лишь очень незначительная часть российского населения, ну хотя бы если брать такие формальные признаки, как следование основным как бы предписаниям, канонам, таинствам, их соблюдает. А в этом смысл веры как бы православной. И не очень это хорошо понимает. Это все эксперты сходятся в оценке, что где-то это где-то 5-7 процентов. При том, что считают себя православными, у нас сейчас 70-80, то есть это уже зашкаливает, это уже приближается к доле русского населения в России. То есть это такой как бы этноконфессиональный какой-то вот такой разгрузочно-компенсаторный механизм, который подменяет другие типы идентификации. Вы знаете, а я вот что хочу сказать, что меня вообще вот в этой ситуации не интересует разговор о православии. Мне интересует только один документ под названием Конституция РФ. Потому что если мы начнем привлекать какие-то внешние вещи, ну не внешние, хорошо для культуры, внутренние православия, но дело в том, что мы никогда не договоримся. Мы не договоримся ни с мусульманами, мы не договоримся ни с какими-то другими меньшинствами, живущими в России, которые, может быть, затем станут и большинством. Кто знает, может у нас будет мусульманское большинство. Вопрос в том, что у нас в Конституции записано, а, что Россия светское государство, где церковь отделена от государства, и, б, что все граждане обладают равными правами. Так что весь разговор о том, что у нас Святая Русь, и почитайте классиков, давайте его оставим в такую культурологическую, но никак не в юридической дискуссии. Ну можно одно замечание, вот цитат из одного из прокурорских предостережений или требований, что государство несет ответственность за защиту конституционных прав граждан, поэтому правозащитным организациям нефиг лезть в эту сферу, и это является политической деятельностью, и это все вещи корреспондируют между собой. Потому что мы живем сейчас при таком, я бы сказала, режиме, который движется стремительно в авторитарную сторону, когда любое действие активное общество будет считаться политическим. А вот смотрите, такая коллизия с государством, религией и гей-сообществом. И даже гей-сообществом, особенно меньшинствами, сексуальными меньшинствами. Государство не нарушает ли конституцию тем, что оно защищает права одних, сейчас у нас готовится закон о защите прав чувств верующих, и той же рукой государство нарушает права других, запрещая то, что оно называет гомосексуальной пропагандой. То есть происходит стигматизация одной группы граждан, и при этом все это делается от имени и во имя другой группы граждан православных. Ну, всем же понятно, что обсуждать тот федеральный законопроект, который сейчас в Думе, который наверняка будет этим летом окончательно принят во всех чтениях, абсолютно бессмысленно. И сейчас они создают какие-то рабочие группы и даже приглашают туда представителей ЛГБТ-сообщества. И мне говорят, вы будете в этом участвовать? Я говорю, никогда в жизни в этом участвовать не буду. Нацисты уже, евреи уже участвовали некоторые в 30-х годах в обсуждении того, как лучше газовые камеры построить и как лучше уничтожать других евреев. Я в этом участвовать не буду. Я даже просто по одной простой причине, что этот законопроект направлен на выделение одной группы людей и ее стигматизацию, дискриминацию, подавление и все остальное. Именно поэтому я никогда в этом участвовать не буду. Этот законопроект нельзя доработать. Его можно только выбросить в помойку. Вот это единственное, что с ним можно сделать. И это уже все сказали. Это сейчас, вчера только Путин встречался с Ягландом, с председателем, с генеральным секретарем Совета Европы, который ему об этом все сказал. Сегодня он об этом сказал на пресс-конференции в Москве. Это все уже сказал Комитет ООН по правам человека, который разрешал наше дело по Рязанскому, точно такому же закону в Рязанской области, который признал его противоречащим Международному пакту о гражданских и политических правах. То же самое решение будет принято Европейским судом в ближайшее время, потому что эти дела наши лежат в Европейском суде. Все это будет сказано и уже написано, что нельзя выносить одну нормальную сексуальную ориентацию и ее дискриминировать по таким основаниям. Поэтому обсуждать здесь нечего. К сожалению, государство сейчас продолжает идти по пути того, пользуясь популизмом, пользуясь тем, что большинство населения это поддерживает, пользуясь тем, что это приносит какие-то электоральные очки и так далее. Мне очень понравилось, как сказала Нарусова по поводу этого законопроекта, федерального запрета пропаганды государства, что это просто кость, которая брошена населению, чтобы она вот это все схавала. И чтобы это население сказало, что, о, посмотрите, как государство заботится тут о нравственных ценностях, о нас заботится и так далее. Лучше бы это государство повысило пособие на детей, лучше бы это государство занималось другими вещами. Понятно. 65, 10, 99 и 6. Почему в России так сильна гомофобия и почему она усилилась за последние 10 лет? Ольга. Добрый день. Добрый вечер. Я сразу скажу, что я отношусь к тем, кто считает любую сексуальную ориентацию данной от природы. И, ну, я не отношусь к тем, кто считает, что с этим надо бороться. Но, ну, немного лет, и когда, в принципе, о гомосексуальности стало так публично известно, в общем-то, не так давно в России, ну, в силу того, как СМИ освещало, да, различные вопросы, и в советское время это не было очень, так, подняться на флаг. В советское время и секса не было. Да, 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 я понимаю, что это именно так. И я для себя стала думать, а почему я, например, к гомосексуалистам отношусь очень хорошо, а вот лесбиянок я как-то недолюбила. И когда я поняла, что потому что от одного слоя я не чувствую даже гипотетический угроз в себе, а от другого я ее, ну, может быть, это сильно гипотетический, но тем не менее ощущаю, я к ним лично отношусь по-разному. То есть вам, вас не отталкивает слово гомосексуалист, гей, да, но вам неприятнее лесбиянки. Именно в силу вашего, так сказать, гендерной ориентации. Да, видимо, да, да. Ну, невидимый, видимо, свой образец, да, но для меня это вот так. Это просто, ну, как, чтобы обозначить угол зрения. Я думаю, у мужчин наоборот, я думаю, это то же самое. Мужчины ничего не имеют против лесбиянок, так сказать, и более того. И то, что сейчас было на, когда был успех тату, который был во всем мире, кстати говоря, это был потрясающий пиар-проект, который был рассчитан именно как раз на мужчин, которым это будет приятно смотреть. И сейчас поцелуй на Евровидение от Финляндии, который, опять же, первый канал много раз показывал. Да, да, да. В самом деле, Ольга очень-очень хорошая, да, вспоминается Мандельштам, да, я мужчина-лесбиянец, иностранец, иностранец, я на лесбосе возрос, о, лесбос, лесбос. Очень к меня стыдно. Да. Так вот, вы знаете, мне кажется, Ольга здесь очень верную вещь озвучила. Дело-то может быть просто в каких-то индивидуальных сексуальных комплексах. То, что люди просто боятся за свою ориентацию. То, что, так сказать, для мужчин приемлемая женская гомосексуальность, но они боятся мужской гомосексуальности. А для женщин, наоборот, тоже самое, приемлема мужская гомосексуальность, но они боятся женской. Ну, не знаю, может быть, вы даже лучше это знаете, но мне кажется, что просто настолько это была табуированная тема, настолько она была закрытая, как и вообще вся сфера сексуальных отношений была табуирована, да, в советское время. Да, да, да. С другой стороны, ханжеское очень отношение к сфере сексуальных отношений, оно, конечно, порождает кучу вот таких каких-то страхов и угроз, как мне кажется. Согласен. 65, 10, 99, 6. Почему в России так сильна гомофобия? Максим. Здрасте. Да, добрый вечер. Ну, на самом деле, в двух словах не скажешь, но мне кажется, причина личная для меня, она ясна. В чем проблема, собственно говоря, почему такая ненависть? Ну, потому что та социальная группа населения, которая осталась в стране, а она именно осталась, потому что те, кто могут и те, кто достаточно лояльно относятся к разного рода проявлениям, разного рода социальных групп людей, они уезжают из страны. В прямом смысле слова. И ведь, смотрите, проблема-то налицо в государстве, и государство, понимая, что той социальной группе, которая сейчас остается, и которая, так сказать, приезжает на замену судим, в прямом смысле слова, и уезжающим, им достаточно ведь просто. То есть, им нужно мясо и крови, и, собственно говоря, козлами отпущения в этом случае выступает так называемая социальная мещинство. Да, да. Ведь вы поймите, вы прекрасно видели Первомай у нас в Москве, да, то есть я как бы живу в Москве, я родился в Ленинграде, но живу в Москве, и мне стало даже очень интересно, кто же все-таки ходил на этот Первомай, потому что я не работаю, я индивидуальный предприниматель, друзья-то мои бизнесом занимаются, еще кто-то. А ведь вы видели же прекрасно, это граждане Азиатских республик, это граждане Южных республик, это все те, которым невозможно понять, что, например, мужчина может любить мужчину, женщина может любить женщину, у которых само понятие любви как таковое отсутствует. Ну, да, ну не будем так уж это сказать, да, да, этих людей теперь стигматизировать. Вы поймите, толерантность приводит к тому, к чему она приводит. Не-не, понятно, Максим, абсолютно правильная и очень хорошая ваша мысль, ясна, просто я тоже не хочу здесь огульно оскорблять тех людей, которые сейчас и приехали в Москву, и, скажем так, не обладают тем социальным статусом, вот, но, тем не менее, Максим, мне кажется, поднимает очень верную вещь, изменение какого-то социального профайла, вообще, российский, россиян, и укрепление в нем таких наиболее низовых, архаичных стереотипов. Да, это все поднимается и становится нормой, потому что, на самом деле, за 20 лет, это мы знаем по нашим другим совершенно исследованиям так называемого среднего класса, да, который у нас все время пытаются найти, и все никак не споры большие по поводу этого ведутся. Интересно. И этот слой, почему он у нас не растет? Он все время вымывается. И работает вот так, мы так это называем у себя, это как бы механизм понижающего трансформатора. То есть все идет на понижение. Ну, или, назовем, механизмы ухудшающего отбора. Ну, ухудшающего, или негативного отбора, негативная селекция. Это во всех сферах происходит. Негативная селекция. В образовании, там, я не знаю, в здравоохранении, то, что творится с профессионализмом и так далее, это охватило все общество. Да, вот это очень хорошие вещи. В смысле очень больно. И поэтому, вот, не нарастает эта какая-то среда, которая, кроме того, и более того, она изолирована, потому что ей завидуют. Потому что у нас успех, он всегда, как бы, нечестный. Да. И они, как бы, и у них нет средств транслировать вот свои какие-то представления, передать другим группам. Главное, чтобы у соседа хуже было. Да, да, согласен. Вот то, что сейчас нам и позвонивший Максим озвучил, и то, что Наталья подтвердила, надо четко понимать, что гомофобия в российском обществе – это признак ухудшающего общественного отбора, негативной селекции. 65, 10, 99 и 6. Почему так сильна в России гомофобия? Звоните, мы пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня с правозащитником, руководителем движения «Гей-Раша» Николай Алексеев и ведущим научным сотрудником «Левада-центра» Натальей Зоркой. Говорим мы о гомофобии в России. 65, 10, 99 и 6. Почему в России так сильна гомофобия? Почему она усилилась за последние 10 лет? Еще несколько цифр и запросы, проведенного в феврале этого года «Левадой-центром». Как вы считаете, имеют ли право взрослые люди по взаимному согласию, заметьте, по взаимному согласию, вступать в отношения с людьми того же пола? Я здесь суммировал. Определенно, да, и скорее, да, 23%. Скорее, нет, и определенно, нет, 60%. 60% наших сограждан считают, что люди по взаимному согласию не могут вступать в отношения с людьми того же пола. Я не знаю, в каком обществе мы живем. Мне кажется, что вот как это Горбачев в свое время сказал, мы своего общества не знаем. Не знаю. Можно я добавлю, да? При этом порядка 40-50% считают, что старше 18 лет добрачные отношения сексуальные недопустимы, да? А если мы это сравним, и это вот как бы традиционалистская такая ориентация, она в обществе сохраняется. Ну, сейчас как бы контрацептивные средства распространились. Но вначале, когда мы начинали свои исследования, и вот с такими установками мы сталкивались, это было хорошо сопоставить с статистикой абортов. Понимаете? То есть, на самом деле, реальное поведение, ранние беременности, да, нежелательные беременности распространены чрезвычайно, особенно вот в социально слабых средах, да, и так далее. А вот эти вот установки традиционалистские, они давят как бы. Это жутко ханжеское и такая вот... Ну, тогда, смотрите, такой неудобный вопрос получается. Но выходит, что государство с этими своими нынешними законами о запрете пропаганды гомосексуализма, оно отвечает на некий общественный запрос? Так оно им играет, оно им манипулирует, потому что это канализация социального недовольства. Потому что социальной политикой государство наше не занимается. Понимаете, на какие там, ну, действительно, это сейчас... Люди же страшно недовольны тем, что происходит в сфере ЗШКХ, не знаю, пенсионного обеспечения, там, будущего... Ну, понятно, да. Нет, это канализация такая, потому что это механизм, это наши политтехнологии нашего местного производства. 65, 10, 99, 6. Почему в России так сильна гомофобия? Руслан. Добрый день. Добрый вечер. Я вот услышал у вас, что показатель демократии, вот, лакмусовая бумажка, это терпимость... Да, это мысль покойного нашего социолога Игоря Семеновича Кона, который также был гостем нашей передачи. Да. Вот я хочу сказать, что я при такой демократии не хотел бы жить в нашем государстве. А почему? Вам не нужна терпимость? Терпимость такого рода нет. Я не против, если два взрослых человека, там, занимаются сексом друг с другом по взаимному согласию. Так. Но против пропаганды, это на радио, на телевидении... А что такое пропаганда? Тогда это норма. А это не норма, по-вашему? Ну, это не должно быть такой нормой, когда это на все государство транслируется. Ну, подождите. Если это норма, вот давайте разберемся. Вы сейчас, я понимаю, Руслан, вы говорите сейчас от лица очень большой группы населения. Я абсолютно, так сказать, понимаю, но не принимаю ваш аргумент. Вот давайте разберемся. Только что вот мы поговорили, что норма медицински зафиксирована, что это норма, да, есть некий ген гомосексуальности. Это людям уже дано. То есть люди эти имеют право этим заниматься. Точно так же, как, скажем, нормой является исповедование какой-нибудь религии, да. И почему, если, скажем, вот вы исповедуете там православие, а почему вам об этом не сказать публично, если вы исповедуете православие или ислам или буддизм? Почему одним людям, которые занимаются совершенно нормальными вещами, да, и имеют какие-то нормальные ориентации, об этом можно говорить? Или, скажем, можно говорить о гетеросексуальной любви, но нельзя говорить о гомосексуальной любви? Вы подмену производите. Ну почему? Смотри, почему человек может говорить, я влюблен в девушку, писать на асфальте, целоваться прилюдно у всех на эскалаторе метро, а если он влюблен в юношу, он этого не может делать. Вот почему? Потому что есть интересы государства. Ну вот, приехали. А они что, выше интересов личности, Руслан? Интересы государства, выше интересов личности? И учитывать интересы большинства. Так, Руслан, смотрите, а вот вы оказались в меньшинстве. И вот что, вы готовы признать, что интересы государства выше ваших личных интересов? Да, готов. Ага. Ну понятно. Готовы, понятно. Я, знаете, хотел добавить, извините. Да, да. Вот по поводу в 99-м году Международная организация здравоохранения, как это, приняла форму, раньше, как болезнь. Вот мне непонятно, это принято там на Западе, а мы прислушаемся. Что же прислушаемся, это принято и нами, и у нас наша медицинская классификация следует ВОЗ. А, ну почему до 99-го это была болезнь, а после 99-го это уже не болезнь? Хорошо, хорошо, спасибо. Кто готов ответить? Наука вперед идет. Потому что общество, так общество и как бы является сильным, если оно разбирает те проблемы и постарается понять и разобраться в них, как бы, и дает им переоцел. Ну потому что, да. Если говорить о системе, там, я не знаю, правосудия тоже, как бы. Когда-то считалось, что земля плоская, простите меня. Не, ну когда-то, да, напомню, Руслана за гомосексуализм казнили, и сейчас казняют, сажали в тюрьму. Сейчас же мы знаем, что на Западе там, ну, Франция расколота в каком-то смысле в отношении, да, к вот легализации однополых браков. Да, но во Франции есть, по крайней мере, политическая воля у руководителей, которые что-то пообещали в своей предвыбанной платформе. Они легализованы. И легализованы. Напомним, что сегодня, сегодня палата общин проголосовала за легализацию, да, в Англии проголосовала за легализацию однополых браков. Будет сложнее в палате лордов, там, ну, так сказать, и месяц назад национальная ассамблея Франции уже утвердила. Но это и есть, что есть политическая воля, которая понимает, что политическая культура и правовая культура развивается. Развивается, это же не, мы же не в Средневековье живем. Ну да, то есть ответим Руслану, что действительно есть, понимаете, наука куда-то развилась, шагнула вперед и поняла и окончательно доказала, что это не наведенная вещь гомосексуализм, что это не результат пропаганды, не результат совращения, не результат действия бесовских сил, что это генетика человека и каким он родился, таким он имеет право быть и имеет об этом право говорить. И он имеет те же права, что и остальные меньшинства. Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, почему в России, это понятно, потому что Россия, в общем, при всех там постмодернистских терзаниях все-таки, ну, в массе, можно сказать, на генетическом уровне пока еще страна традиционная. Постмодернистские терзания, это хорошо, спасибо, да. Да, да, потерзали постмодернистские, хорошо, как и весь мир. Вот, ну, мы можем, например, взять пример Грузии, никто не ожидал такой публикации, потому что уж Грузию мы уже практически готовы были поставить в ряд таких вот витрин. Да, да, либеральных. Ну, все так хорошо, да, что она тебя проявила. Не, ну, это, наверное, Андрей, это, наверное, патриархальное сознание. Грузия все-таки, она очень сильна крестьянскими корнями своими. Ну, я просто, это была подводка, я просто хочу сказать главную мысль свою, ведь, по сути, свое традиционное общество, ну, можно там его называть религиозное общество, традиционное, неважно. Потому что в Китае, например, нет религии, но общество традиционное. Да. Оно рассчитано всегда было на протяжении тысячелетий, имело вето рождение, то есть продолжение рода, расширение, скажем так, расширение, ну, расширение постбиологического... Понятно, да, да. Значит, я так представляю, что, разумеется, сейчас есть там сильные миры, его, как угодно можете называть, там, закулисы и так далее, которые ставят себе цель уменьшение детрождения, любыми способами. Ой, ну, Андрей, так хорошо все это говорили, но почему все на закулису какую-то? Не называйте закулисы, я взял в кавычки закулисы. Ну, просто всеми способами и отсюда, а то, что Всемирная организация здравоохранения со своими очень сомнительными программами в Африке, да, по, например, по неиспытанным и неапробированным... Ну, понятно, Андрей, немножко в сторону уехали, ясно, ясно, спасибо. Ну, вот, да, Мировая закулиса, оказывается, всемирный гомосексуальный заговор, значит... Это способность все-таки объяснительных схем, да, вот все закулисы хочется увидеть. Ну, правильно, он сказал о том, что, действительно, социально это прописано в наших головах, в наших структурах, обществу о том, что, да, так сказать, функция человека деторождения, и те вещи, которые я не веду к деторождению, они, соответственно, табуированы, откуда все мировые религии крупные. Вот, наверное, вы смотрели... Не все, впрочем. Вы, наверное, смотрели фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Да. Да? Вот какая там главная тема, с вашей точки зрения? Ну, не знаю, свободы. А не насилие? Ну, свобода и насилие как два полюса. Насилие, она единственная, кто может... и что она может противопоставить, да, этому насилию? Это же вообще ключевая тема нашего общества, понимаете? Потому что вот это принятие насилия государственного, оно заложено в этой антропологической конструкции советского человека. Сказал, да, сказал Руслан. Что я готов, значит, подчиниться... Интересы государства. Главное, интересы государства. Подчиниться государству. Да. 65, 10, 99 и 6. Почему в России так сильна гомофобия? Виктор на линии. А это перенос на другую. Алло, Виктор. Ой, Виктор, алло. Алло. С очень большим трудом прорываетесь через помехи. Виктор, извините, очень плохо слышно. Перезвоните, еще у нас есть время в эфире. Роман на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, что я могу сказать? Сначала, наверное, я скажу именно, почему она так сильна, да? Да. Она сильна исключительно потому, что у нас в стране, оно, общество, как уже несколько ораторов до меня говорил, общество у нас традиционное. И с этим, и патриархальное, и с этим ничего сделать нельзя на данном этапе развития нашего общества. Вот. Это общество также религиозное. Чтобы там не говорили, да, во последнее время там идет отход от религии. Сейчас снова идет такой накат, но этот накат такой, в кавычках, я бы сказал. Так. Тем не менее, он есть. Религия как таковая, она это дело табулирует и запрещает. Это вот от того, почему так сильна гомофобия. Понятно. Спасибо. Это первая мысль. Да, очень коротко, да, у нас много звонков. И вторая мысль, как бы, я скорее себя отношусь все-таки к этому традиционному обществу. Я не могу сказать, что они мне, что там геи и лесбиянки мне противны, да, что они мне не нравятся, вызывают у меня какое-то там чувство ненависти и, значит, недовольства, но... Подождите, Роман, лично о лесбиянках речь как раз о, если двух гомосексуалов, вы видите, двух геев, молодых людей. Ради бога. Ради бога. Пусть они будут, но, как Юрий, есть очень такой тонкий анекдот на эту тему. Только он касается религии, но я считаю, что его можно абсолютно спокойно применить и в данной ситуации. Как бы, он слегка неприлично, я буду пропускать слово. Хорошо, что если у мужчины есть «м», это очень хорошо. Но только он может им гордиться, он может, как бы, его любить. Но при этом я не хочу, чтобы он им размахивал перед моими детьми и передо мной. Я понял. Хорошо, Роман. Вы это, собственно, подвели к тому вопросу, который я хотел задать Николаю Алексееву, в том числе как главе российского гей-прайда, правильно я называю? Вот тот вопрос, который, собственно, даже очень близкие мне люди задают, которые разделяют со мной позицию по поводу нормальности, абсолютной закономерности, гомосексуальности. Но зачем, спрашивают они? Ну хорошо, но вот есть двое молодых людей, которые любят друг друга. Зачем, вот как сейчас озвучил Роман, размахивать? Зачем выходить на гей-парады? Зачем дразнить гусей? Вот расскажите, зачем дразнить гусей? Так вот это как раз тот самый стереотипное мышление, которое люди думают, что на гей-парады выходят для того, чтобы, как вот сейчас сказали, чем-то там потрясти и кому-то что-то показать. На самом-то деле, изначально сама идея гей-прайда, которая появилась на Западе лет 40-50 назад, она была совершенно иной. Она была рассчитана как правозащитное мероприятие, направленное на борьбу за свои права. Сейчас, в условиях, когда, простите меня, Запад практически всех прав достиг, и когда ЛГБТ-сообщество на Западе этих прав достигло везде, все, этот вопрос стал снят, и это превратилось в некое карнавальное действие. Они мне, в принципе, ну, они мне не столь интересны, но если кто-то это хочет делать, ради бога, это личное дело этих людей. Но посмотрите первые гей-парады в Сиднее, которые сейчас превратились в карнавалы Мордигра. Посмотрите, что было в Лондоне на первых гей-парадах. Это были те же самые конфронтации с протестующими, с полицией, аресты, задержания и все остальное. Именно то, что сейчас мы сталкиваемся здесь, в Москве. Поэтому не надо воспринимать гей-прайд, гей-парад, как некая попытку привлечь внимание к своей сексуальной жизни и к попытке привлечь внимание к тому, чем я занимаюсь в постели. Это прежде всего попытка добиться позитивных действий со стороны государства для того, чтобы защитить права определенной группы людей. В данном случае представители ЛГБТ-сообщества. Вы знаете, я даже больше того скажу. Я думаю, что нашим многим россиянам и слушателям, как кому-то, надо понять, что парадоксально, может быть, геи борются и за ваши права. Абсолютно правда. Понимаете, это просто угнетенное меньшинство выходит, которое борется вообще за права любых угнетенных групп. А вы можете в любой момент оказаться в этой угнетенной группе. А вдруг вы евреи. А завтра придут за тобой. Да, сегодня пришли за геями, завтра пришли за евреями, послезавтра за мусульманами и понеслось. И понеслось. Вот, а затем вообще за интеллигенцией, а затем за всеми, кто с высшим образованием. А работает психология? Не высовывайся. Да. Вот, так что в этом отношении, да, надо понять, что геи борются с черным движением. Как Мартин Лютер Кинг, он уже не за негров. Он вообще за свои гражданские права американцев. Америка не стала бы Америка, если бы черные не боролись за свои права. А кто, сколько у нас запрещают протестные акции оппозиции, уже как Путин пришел к власти с начала 2000 года? А кто добился решения Европейского суда по свободе собраний в России? Мы, ЛГБТ-сообщество, нет больше ни одного решения Европейского суда в пользу свободы собраний в России. Только гей-парады в Москве. Все. А они потому что не подавали ничего. Давайте примем еще один звонок. Дозвонился нам снова Виктор. Слушаем вас. Здравствуйте. Да. Добрый вечер. Я считаю, что гомофобия так сильна в России, потому что русский народ, он всегда обладал таким чувством самосохранения, очень сильным. И я уверен, что даже подсознательно наш народ, он чувствует, что это направлено против него, против его будущего. Да каким же образом это направлено-то? Вот алкоголь, я считаю, направлен против его будущего. Я соглашусь с вами в том, что вы говорили про болезнь. То, что вначале это было болезнью, считалось. Потом общество, скажем так, развивалось, либо деградировало. Но неизвестно, в каком направлении развивалось. И определенные силы, скажем так, я не буду говорить про закулису, я не верю за закулису. Опять определенные силы. Определенные силы ЛГБТ-сообщество, скажем так, оно сумело сделать так, чтобы общество перестало считать это болезнью. Но, по факту, эта болезнь от общества не перестала быть. Ведь, скажем так, от двух лесбиянок или от двух, скажем, как бы это правильно сказать... Ну понятно, детей-дети-дети-дети-дети не родятся. Виктор, Виктор, Ваш, 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 Ваш аргумент, все, так, у нас последняя минута в эфире. Этот аргумент уже Путин озвучил, и он настолько уже, ну, как какой-то нафталиновый, поэтому это все не актуально. Сколько геев имеет детей, сколько лесбиянок имеет детей. И не надо спрашивать, как эти дети появились на свет. Мы находимся в 21 веке, сейчас миллион. Мы не биоматериал. Понимаете, мы не биоматериал, предназначенный к деторождению. И вот это всем нам очень важно понять. И назначением человека не обязательно является рождение ребенка. Ну что ж, я благодарю за участие в этом горячем эфире. Это Николай Алексеев, российский правозащитник, ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Я от себя скажу, вы знаете, что вот это вот гей-сообщество подрывает будущее России. Я скажу, что будущее России, оно в свободе и в правозащитном движении. И те, кто борются за это движение, в них настоящее будущее России. И до тех пор, пока мы не можем принять гомосексуалов, мы остаемся несвободной, дикой, злобной и глубоко провинциальной страной. Это была программа «Археология». Спасибо, что были с нами сегодня в эфире. Доброй ночи.